МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болеем за наших и за нашего. Алтайские болельщики ждут дебюта на чемпионате мира Александра Ерохина. Алтайский край и его столица пережили сильный шторм. В Барнауле последствия пульной бури, что длилось накануне не больше 15 минут, сегодня устраняли на протяжении всего дня. Но вот так много деревьев повалил ветер. Так прямо на проезжую часть упало дерево на улице Горноалтайская. На Малахово порыв ветра не выдержала металлическая конструкция. А на проспекте Ленина ветками деревьев разбила автомобиль. Гораздо масштабнее непогода проявила себя в Тюменсово. Там прошел крупный град. В Новороманове и Тольменском районе несколько часов не было электричества. На трассе перед Черепаново сдуло остановку. Но от склова дожди и грозы и град, а также временами усиления ветра в крае прогнозируют до конца этой недели. Сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о соблюдении мер предосторожности при непогоде. Сегодня Виктор Томенко знакомился с Рубцовском. В ходе рабочей поездки в Рио губернатора края посетил ряд предприятий города, провел встречи с трудовыми коллективами и представителями местных СМИ. Первыми в списке объектов крупнейший агропромышленный холдинг в городе и молочный комбинат. Виктор Томенко оценил масштабы производства и пообщался с рабочими завода. Люди говорили о наболевшем разбитых дорогах, дефиците медицинских кадров, низких зарплатах в Рубцовске. Виктор Томенко отметил, что город нужно и можно развивать. Для этого необходимо повышать социально-экономический потенциал Рубцовска, ну, впрочем, как и всего края. Стратегическая программа по развитию региона уже разработана. Главное, по мнению Томенко, учесть пожелания и нужды людей. Как и многих рубцовчан, сегодня остро волнует пенсионная реформа в России. На встрече с работниками завода запасных частей Виктора Томенко спросили о том, как он относится к повышению пенсионного возраста. Вопрос только-только начал публично широко обсуждаться. Поэтому я ваши сомнения, мнения, пожелания обязательно все буду выслушивать, буду учитывать. Потому что властям Алтайского края отзыв свой на законопроект тоже надо будет направлять. По завершению визита в Рубцовске Томенко принял участие в праймере из предварительных внутрипартийных выборах по выдвижению кандидата на пост губернатора. Подробности мы дадим в ближайших выпусках. Не пропустите. К другим темам. Сегодня в Барнауле прошло прощание с участником группы «Открытое небо» Денисом Колбиным. Три дня назад он и его напарник Сергей Кузнецов разбились на самолете Як-52 в Первомайском районе при выполнении фигуры воздушного пилотажа. На отпевание в Иоанна Богословской церкви пришли сотни людей. Ирина Корчагина продолжит. Голуби как символ чистого неба, который он так любил. Пилот Денис Колбин помогал голубять не при церкви. Сегодня вместо него в небо полетят птицы. Выделял некоторые средства на приобретение кормов, лекарства. Весной голуби погибли, я лежал в больнице. Помог с восстановлением племенных голубей. Коллеги воздерживаются от версии катастрофы, пока следственный комитет не огласил итоги расследования. Легкомоторный Як-52, на котором пилоты совершили последний полет, разгонялся более чем на 200 км в час. Многие российские пилотажники отмечают, что это самые лучшие Яки. Перед последним полетом Денис Колбин, как всегда, шутил и улыбался. Сказать, чтобы он что-то предчувствовал, ну, такого не было. Был обычный полетный день. Мы все виделись и с Сергеем, и с Денисом. Просто они улетели и не вернулись. Ни один день города в Барнауле не обходился без их участия. Тысячи людей приходили на речной вокзал, чтобы увидеть мертвую петлю в небе от пилотажной группы «Открытое небо». В субботу небо осиротело. Денис разбился в возрасте 38 лет. У него осталась жена и двое маленьких детей. Родственники пожелали, чтобы прощание было закрыто для представителей СМИ. Поэтому в храм пускают только те, кто пришел попрощаться с пилотом. Сегодня, после отпевания, Дениса Колбина похоронят на Черницком кладбище. Ну а завтра близкие простятся с чемпионом России по высшему пилотажу Сергеем Кузнецовым. Церемония состоится в ритуальном зале на Германа Титова. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. В селе Боровиха Первомайского района обострился конфликт между жителями и руководством местного завода по производству костной муки. Люди, уставшие от нестерпимой вони, что исходит от предприятия, готовы пойти на крайние меры. Накануне об этом они в категоричной форме предупредили сельских депутатов. Здесь не бизнес основан. У вас бизнес, а там наш из... Разговор на повышенных тонах. А как иначе возмущаются жители, если повторяется он как минимум в шестой раз и ничего не меняется. Уже полтора года в Боровихе борются за чистый воздух. Его отравляет кислый запах переваренных костей. Уезжайте! Всё, я вас услышал, я должен уезжать. Это невозможно. Я вам обещаю навести порядок. Об этом заводе мы рассказывали в ноябре. Люди жаловались. На выдающий запах организм реагирует кашлем, рвотой, обострением астмы. Тогда на заводе пояснили, ведётся закупка оборудования, выбросов будет меньше. Сегодня директор Игорь Дудин пояснил, фильтры закуплены, но ещё не смонтированы. На это нужно время. Пока же завод на короткий срок готов вновь уйти на эконом-режим. Мы сейчас договорились, что мы переостанавливаемся. Мы уменьшаем объёмы, сейчас производство будем быстрее налаживать. Везде идёт пар, потому что это всё при помощи высоких температур происходит с паром. Он варится паром, сушится паром. Пар, когда испаряется, соответственно, за собой вытягивает определённое количество запахов. Владелец объясняет, после монтажа оборудования предприятие перейдёт на закрытый цикл производства. Вони быть не должно. Вот только процесс монтажа оборудования, по словам Игоря Дудина, прерывают постоянные проверки надзорных ведомств после жалоб людей. Пока завод работает вот в таких условиях. Нам поясняют, здесь уже придумали герметичный накопитель для отходов. Раньше их просто выливали в ямы. По соседству установят сепаратор для отделения жира и воды. Жир нам будет интересен, белок нам будет интересен. То есть мы это сможем эксплуатировать в других целях. Да, это будет играть роль фильтра именно по очищению именно отходов. Но когда закончат монтаж оборудования и избавит ли оно от смрадного запаха, это волнует людей больше всего. Ведь переезд из зловонного посёлка многим просто не по карману. Многочисленные проверки не фиксируют никаких нарушений. С каждым годом надежды на чистый воздух у жителей Боровихи всё меньше. Нет, они сказали, что не верят. Сама лично не верю. Ведены до отчаяния. Они были готовы ставить живую баррикаду из себя и своих детей, чтобы не пропускать машины. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. К ноябрю в крае планируют завершить масштабный ремонт Шуйского тракта. Современную четырёхполоску в Бийском районе дорожники строят на протяжении трёх лет подряд. Её общая протяжённость 21 километр, шесть из которых обновят в ближайшие месяцы. Современную четырёхполосную дорогу с разделительным ограждением между встречными полосами строят от Бийска до поселка Чуйский Бийского района. Эта федеральная трасса в туристический сезон весьма загружена. За сутки здесь проезжает до 9,5 тысяч автомобилей. Ремонт трассы, подчеркивает специалисты, повысит её безопасность и увеличит срок эксплуатации. Дорожники поэтапно расширяют проезжую часть, устанавливают барьерные ограждения, обновляют знаки. Вскоре здесь также появится безопасный съезд на обочину в случае аварии. Саму трассу усиливают тремя слоями асфальта бетона. Урологи Алтайского центра при Краевой клинической больнице провели уникальную операцию. У мужчин, которым был поставлен диагноз полное бесплодие, теперь есть высокий шанс стать отцом. Отметим, прежде такие операции делали исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Это операция, которая помогает пациентам, мужчинам, у которых нет ни одного сперматозоида в эякуляте, то есть в сперме. То есть это те пациенты, мужчины, которые потеряли эту надежду, которым уже в глаза сказали, что вы не можете иметь собственных детей, генетических детей. Все подробности проведения хирургического вмешательства описывать не будем. Скажем лишь, что длилось оно 2 часа. Пациент 24-летний молодой человек. По итогам операции урологи смогли найти и законсервировать живые сперматозоиды, их в дальнейшем используют для процедуры ЭКО. Операцию действительно можно назвать уникальной. По словам медиков Краевой клинической больницы, пока не хватает банка репродуктивных клеток и тканей человека, а также специального высокотехнологичного оборудования для того, чтобы поставить подобные операции на поток. А вот пациентов, нуждающихся в них, в Крае много. Исходя из данных статистики, сегодня 50% семейных пар региона не могут, увы, иметь детей именно из-за мужского бесплодия. 20 июня в Заринске должны ликвидировать большую свалку, что находится в черте города. Но вот такое решение вынесло Министерство природных ресурсов и экологии Края. Примечателен тот факт, что предписание адресовано мусоровывозящей компанией Заринска. Это предприятие, как выяснилось, не вывозило из города, а наоборот свозило на одну из улиц отходы. Подробности далее. Здесь диваны, ковры, бытовой какой-то мусор. Непонятно откуда и для чего он здесь находится. В одной повозке мусор бытовой, в другой остатки пищи бутылки. Отходы свежие, их даже вывалить не успели. Освобождают телеги прямо здесь. Посмотрите, по периметру площадки следы прошлых привозок. Спиленные березы, кирпич, арматура. И все это в черте города. 500 метров в эту сторону многоэтажка, 10 метров туда, ручей, а ниже пляж и опь. Когда гора мусора становится огромной, ее градируют, площадка становится больше и выше. А это вид сбоку. Высота слоя мусора 4 метра. Находится свалка прямо на заднем дворе муниципального коммунального предприятия, которое обязано следить за чистотой города. Но вместо этого компания сама же складирует отходы в черте Заринска. Полгода назад это выяснили местные журналисты и объявили борьбу недобросовестной организации. По подсчетам корреспондентов, свалка растет здесь уже 5 лет. На полигон не возят они, то есть общались, да, там, для отвода глаз они привезли две машины и все. На протяжении трех лет даже не было составлено договора. То есть даже полигон не принял бы у них мусор без договора. В марте корреспонденты обратились в Минприроды. Специалисты установили площадь загрязнения уже половина гектара. А зеленая роща, которая растет на месте свалки, все более редкая. Недавно экологи привлекли владельца муниципального предприятия к административной ответственности. Власти города пока не комментируют, как оказалось возможным, чтобы подведомственная им компания на бюджетные деньги складировала тонны мусора в черте города. Проверка прокуратуры хищения с ее стороны не обнаружила. Тем не менее, Минприрода установила срок ликвидировать свалку до 20 июня. Но местные жители говорят, за последние дни на свалке вновь разгружали мусор. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости. Общественники Барнаула намерены обратиться к в Рио губернатора края Виктору Томенко с просьбой спасти культурное наследие краевой столицы. По их мнению, около 30 памятников культуры и архитектуры города рискуют исчезнуть. В их защиту сегодня в Барнауле историки и краеведы провели организованный митинг. По его итогам приняли специальную резолюцию, в чем ее суть знает Илья Кочетков. Наибольшее опасение у общественников и краеведов вызывает с десяток исторических объектов. Немного, но даже их, считают митингующие, профильное ведомство Краевого управления охраной объектов культурного наследия спасти не может или просто не хочет. Стандартные отписки. Работа ведется, все хорошо. Хотя вот сзади нас находится пример, который говорит о том, что работа не сильно-то и ведется. В социальных сетях поддержку акции выразили многие, но пришло всего около 20 человек. Возможно, потому что в разгаре был рабочий день. Зато, говорят организаторы, не оказалось случайных людей. Подключились даже студенты-археологи. Они уверены, проблема глубже, чем кажется на первый взгляд. Сейчас также идет не только разрушение памятников истории архитектурных зданий, а также археологических памятников. Например, идет активная застройка Фирсовского археологического микрорайона возле города Барнаула. И мы также хотим этого не допустить. То, что происходит с памятниками, уверены многие митингующие, никак не вяжется и с тем, что в историческом центре третий год создается туристко-реокреационный кластер. Казалось бы, вот здесь-то самое время подключить наше культурное наследие, привести в порядок наши объекты, заработать на них денег, на туристах. Но это не делается. Данил Дегтярев подчеркивает, в руках большинства частных собственников памятники погибают. Причем реальных наказаний за этим не следует. Общественники убеждены, нужно срочно спасать исторический центр Барнаула. Для этого они сегодня приняли резолюцию о том, чтобы активизировать работу Алтая хронкультуры и сделать строже наказание для недобросовестных собственников исторических зданий. Следующий шаг – обращение на имя Виктора Томенко. Общественники надеются, что в Рио губернатора края сможет повлиять на профильное ведомство и не допустить утраты исторического и культурного наследия Барнаула. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости. В Барнаульском зоопарке очередное пополнение. На этот раз в семье Косуль. На свет появилось четыре малыша, два мальчика и две девочки. Наша съемочная группа сегодня отправилась в зоопарк, чтобы полюбоваться пятнистыми детенышами, а заодно узнать, как звери спасаются от жары. Зоолог Барнаульского зоопарка Ксения осторожно заходит в вольер с сибирскими косулями. С собой она берет только нашего оператора. Снимать разрешают издалека. Здесь под густым слоем веток прячутся пятнистые малыши. Потомство с разницы в два дня принесли вот эти мамочки, а папочка один, пока его держат в отдельном вольере. Мать как можно чаще подходит к ним. И, ну, я думаю, что каждые два часа она, конечно же, пытается их накормить. Ну, а затем уже через, я думаю, неделю-две они станут есть и сено, и траву, и морковь. Барнаульские бэмби только-только начали вставать на ножки. Примерно через неделю малыши окрепнут и не будут так прятаться от людей. А столь милые пятнышки со временем исчезнут. И тогда станет понятно, что животное повзрослело. А вот енотиха, несмотря на то, что уже не малышка, любит порезвиться, особенно в жару. А в этом вольере сидит настоящая звезда интернета. Енотиху Асю за последние пару дней обсудили многие. То самое видео, где она активно спасается от жары, плескаясь в тазике. Работать на публику Ася отказалась. Да и солнце для нее сегодня не такое палящее. Сказать, что звери зоопарка мучаются от жары нельзя. Для них здесь создали комфортные условия. Для особых ценителей водных процедур установили ванночки. Да и рацион питания немного изменили. Мы даем им, допустим, какие-то прохладные мороженые, тем, кто может их есть. Мороженое – это прям конкретно мороженое? Это не скимо, это не штуковод. Мороженое – это замороженные фрукты или овощи. Малыши Бэмби в Барнауле задержатся, но ненадолго их заберут в другие зоопарки. Скорее всего, это будет очередной обмен с животными. Когда же здесь случится очередное пополнение и в каком семействе, сотрудники сказать не могут. Поскольку у зверей живота не видно почти до самых родов. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. А вот еще один питомец зоопарка, волчонок Забивака, вновь попытается предсказать исход поединка чемпионата мира. Но буквально через несколько часов сборная страны по футболу попытается остановить Мохаммеда Салаха вместе с партнерами по его команде из Египта. Эта игра станет второй для соотечественников на домашнем мундиале. Болельщики с Алтая наверняка будут более пристально следить за игроком с номером 21. Именно под ним выступает наш с вами земляк Александр Ерохин. Тут, правда, пока еще не ясно, окажется ли Барнаулец окончательно в заявке на сегодняшнюю игру. В первой игре Станислав Черчесов включил футболистов в список на матч против Саудовской Аравии, но на поле так и не выпустил. Встреча против сборной Египта начнется в час ночи по барнаульскому времени. Как и первый поединок, увидеть игру можно будет на трех больших экранах в официальной фан-зоне Барнаула в парке спорта Алексея Смертина. Помимо самой трансляции гостей ждет тот самый волчонок-забивака-предсказатель и развлекательная программа. В случае, если пойдет дождь, чего не исключают синоптики, зрители могут посмотреть футбол уже в спортивном ледовом дворце спорта Карандин арена. Там растопили лед, поставили трибуны, а табло подключили к одному из телевизионных каналов. Далее прогноз погоды, спонсор прогноза погоды, сеть магазинов-трофей, все для рыбалки, охоты и туризма. В трофее найдется все для отличного летнего отдыха, палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба, покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей, приготовь ужин на костре, будь мужиком. Сеть магазинов-трофей. Завтра в крае переменная облачность, жара немного спадет, но будет тепло. Плюс 24 ожидается в Заринске, камни на Оби и Славгороде, на 2 градуса выше в Бийске и Змейногорске, до 28 выше 0 в Белокурихе. В Барнауле ночью около 14 тепла, без осадков, днем переменная облачность, возможен дождь и до 24, ветер юго-западный и порывистый. И к этому часу у меня все новости победы сборной нашей страны на чемпионате мира. Всего доброго, до встречи. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза.